Анна Каренина. Годы написания 1873-77. Журнальная публикация 1875-77. Первое книжное издание в 1878-м. Роман Льва Толстого о трагической любви замужней дамы Анны Карениной и блестящего офицера Алексея Воронского на фоне счастливой семейной жизни дворян Константина Львина и Китти Щербатской. Масштабная картина нравов и быта дворянской среды Петербурга и Москвы второй половины XIX века, сочетающая философские размышления авторского альтер-эго Львина с передовыми в русской литературе психологическими зарисовками, а также сценами из жизни крестьян. О романе. 24 февраля 1870 года Лев Николаевич Толстой задумал роман о частной жизни и отношениях современников, но к реализации своего замысла приступил лишь в феврале 1873 года, то есть через три года спустя. Роман издавался по частям, первая из которых была напечатана в 1875 году в «Русском вестнике». Постепенно роман превращался в социальный фундаментальный труд, получивший огромный успех. Продолжения романа ждали с нетерпением. Редактор журнала отказался печатать эпилог из-за выраженной в нем критической мысли, и, наконец, роман был завершен 5 по новому стилю 17 апреля 1877 года. Изначально, согласно последним исследованиям рукописей Толстого, роман носил название «Два брака». Последняя глава уже изданного материала заканчивалась смертью Карениной. В конце значилось «Продолжение следует». Последняя часть корректировалась страховым, и было выдано цензурное разрешение от 25 июня 1877 года. Повествование начиналось с выверенной паузы. Прошло почти два месяца. Было уже половина жаркого лета. Речь уже шла о сербо-черногоро-турецкой войне, на которую отправляется в Ромске. Итак, роман был издан полностью. Следующее издание целиком было в 1878 году. Если «Войну и мир» Толстой называл книгой о прошлом, в которой описывал прекрасный и возвышенный целостный мир, то Анну Каренину он называл романом из современной жизни. По словам Гегелем, роман в современном значении предполагает прозаически упорядоченную действительность. Но Лев Толстой представлял Ванне Карениной лишенный нравственного и единства раздрубленный мир, в котором царит хаос добра и зла. В отличие от «Войны и мира», в Ванне Карениной не было великих исторических событий, но в нем поднимаются и остаются без ответа темы, близкие лично каждому. Федор Михайлович Достоевский находил в новом романе Толстого огромную психологическую разработку души человеческой. «Потому живой, горячий и законченный роман будет современным в любую историческую эпоху. Роман, затрагивающий близкие лично каждому чувства, стал живым упреком современникам, которых Николай Лесков иронично назвал «настоящие светские люди». «Этот роман есть строгий неподкупный суд всему нашему строю жизни», писал Федор Афанасий Афанасьевич. В эпоху советского времени идеологически верной стала трактовка описания в романе Толстого «Сильных мира сего» в лице Алексея Каренина, золоченной молодежи, представителем которой сочли Алексея Вронского, и сочувствие Левиным народной жизни, воплощаемое в картинах крестьянского быта. Лев Толстой описывал эпоху упадка древней цивилизации. Писатель ощущал приближение перемен в жизни дворянского общества, но не мог предвидеть, насколько радикальны они будут менее чем через полвека. В последней, восьмой части, Лев Николаевич Толстой как раз показывает отсутствие интереса к труду под названием «Опыт обзора основ и форм государственности в Европе и в России». Рецензию на книгу, над которой Сергей Иванович Кознышев, брат Левина, трудился шесть лет, написал молодой невежественный фильетонист, выставив его посмешищем. По причине неудачи своей книги Кознышев весь отдался славянскому вопросу в сербской войне. Он признавал, что газеты печатали много ненужного и преувеличенного с одной целью – обратить на себя внимание и перекричать других. Он видел, что при этом общем подъеме общества выскочили вперед и кричали громче других, все неудавшиеся и обиженные, главнокомандующие без армий, министры без министерств, журналисты без журналов, начальники партии без партизан. Он видел, что много тут было легкомысленного и смешного. Композиция романа. Окружение Льва Николаевича Толстого – это современное общество Анны Облонской, Карениной. Наблюдения Толстого за чувствами и мыслями реальных людей стали художественным изображением жизни персонажей романа. В романе Толстого нет совпадений. Путь начинается с железной дороги, без которой сообщение было невозможным. По пути из Петербурга в Москву княгиня Вронская рассказывает Анне Карениной о своем сыне Алексее. Анна приезжает для примирения доли с братом Стивой, уличенным в измене, и который кругом виноват. Вронский встречает мать Стива сестру. На железнодорожных путях под колесами гибнет сторож. Кажущаяся событийная упорядоченность лишь раскрывает и показывает состояние внутреннего хаоса и смятения героев. Все смешалось, и густой свисток паровоза не заставляет героев очнуться от своего надуманного сна. Он не разрубает узел, наоборот. Он усиливает тоску героев, которые впоследствии проходят через грань последнего отчаяния. Гибель сторожа под колесами паровоза стала дурным предзнаменованием. Прекрасный ужас метели символизировал скорое разрушение семьи. Насколько тяжелым становится положение Анны, от которой отвернулся свет, и представители которого не рискуют общаться с преступной женщиной, очевидно, из последовательности событий. Ослепленный любовью молодой граф Вронский следует за ней как тень, что само по себе представляется вполне симпатичным для обсуждения в светской гостиной дома Бетси Тверской. Замужняя Анна может предложить лишь дружбу и не одобряет поступка Вронского по отношению к Китти Щербатской. Ничто не предвещало большой беды. Светская княгиня советовала Анне Аркадьевне. Видите ли, на одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучения, и смотреть просто и даже весело. Может быть, вы склонны смотреть на вещи слишком трагически. Но Анна во всех событиях видела знаки судьбы. Анна видит во сне смерть при родах. Родами умрете матушка. Она постоянно думала о смерти и отсутствии будущего. Но судьба дает второй шанс, как и Вронскому при попытке застрелиться. Анна не умирает, но врач облегчает ее боль морфином. Для Анны станет невыносимой потеря сына, который будет расти в доме строгого отца с презрением к покинувшей его матери. Она мечтает о невозможном соединить в одном доме двух самых дорогих людей Алексея Вронского и сына Сережу. Все попытки мягкого и рассудительного брата Стивы добиться от Каренина развода и оставить Анне сына не увенчались успехом. Все поступки государственного мужа Каренина происходили под влиянием законов светского общества, лести его тщеславию графини Лидии Ивановны и согласно религии. Выбор был таков – счастье великодушного прощения или желание любить и жить. Толстой отчетливо критикует старый обычай – законодательно сложный бракоразводный процесс, который становится практически невозможным и осуждаемым в свете. Толстой показывает самоубийство как избавление от страдания. Мысли о самоубийстве – постоянные спутники Левина, который прячет от себя шнурок и преодолевает угрозу отчаяния. Вронского, который стреляет себе в сердце после унизительных и душераздирающих слов Каренина. Но только Анна оказывается в безысходной и по-настоящему отчаянной ситуации. Вот и приблизился убедительный тупик для Анны. Она ревнует Вронского княжне Сорокиной. «Я накажу его!» Она измучена невыносимым ожиданием решения Каренина и после шести месяцев пребывания в Москве получает его жесткий отказ. «Туда!» – говорила она себе, глядя в тень вагона, насмешанный с углем песком, которым были засыпаны шпалы. «Туда, на самую середину! Я избавлюсь от всех и от себя!» Прототипы, характеры, образы. Константин Лёвин. Лев Николаевич Толстой и Лёва был нарисован в романе как типичный образ русского идеалиста. Откровение дневника Льва Николаевича, в котором он добросовестно записывал все свои интимные переживания, произвели перед свадьбой на Софью Андреевну угнетающее впечатление. Толстой чувствовал перед ней свою ответственность и вину. Лёвин не без внутренней борьбы передал ей свой дневник. Он знал, что между им и ею не может и не должно быть тайн, и потому он решил, что так дружно, но он не дал себе отчета о том, как это может подействовать. Он не перенесся в нее. Только когда в этот вечер он приехал к ним пред театром, вошел в ее комнату и понял ту пучину, которая отделяла его позорное прошедшее от ее голубиной чистоты и ужаснулся тому, что он сделал. Через два дня после женитьбы на восемнадцатилетней Софьи Берс тридцати четырехлетний Лев Николаевич писал своей двоюродной тетке. «У меня постоянно чувство, как будто я украл незаслуженное, не мне назначенное счастье. Вот она идет, и я ее слышу, и так хорошо». Из письма к Толстой 28 сентября 1862 года. Эти переживания отражены в настроениях Левина и Китти. Она простила его, но с тех пор он еще более считал себя недостойным ее, еще ниже нравственно склонялся пред нею и еще выше ценил свое незаслуженное счастье. Николай Левин. Дмитрий Николаевич Толстой был аскетичен, строг и религиозен. В семье его прозвали Ноем. Затем начал кутить, выкупил и забрал к себе проститутку Машу. Анна Аркадьевна Каренина Облонская. В 1868 в доме генерала Алексея Александровича Трурубьева Лев Толстой повстречал Марию Александровну Гартунг, дочь Пушкина. Толстой описал некоторые черты ее внешнего облика. Темные волосы, белые кружева и маленькая львовая гирлянда анютиных глазок. По внешнему облику и семейному положению, описанному Львом Толстым, прототипом могла быть Александра Алексеевна Оболенская. Годы ее жизни 1831-1990-е, урожденная Дьякова. Жена Андрея Васильевича Оболенского и сестра Марии Алексеевны Дьяковой, бывшей замужем за Михаилом Сергеевичем Сухотиным характер. Леве представился тип женщины, замужней, из высшего общества, но потерявшей себя. Он говорил, что задача его сделать эту женщину только жалкой и невиноватой, и что как только ему представился этот тип, так все лица и мужские типы, предоставлявшиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины. Софья Андреевна Толстая. Запись в дневнике 24 февраля 1870 года. Прототип судьбы Анны Степановны Пирогова, которую несчастная любовь привела к гибели в 1872 году из-за Александра Ильича Бибикова, из воспоминаний Софьи Андреевны. Она уехала из дома с узелком в руке, вернулась на ближайшую станцию Ясинки, близ Ясной Поляны. Там бросилась на рельсы под товарный поезд. Лев Толстой ездил в железнодорожные казармы, чтобы увидеть несчастную. Прототип ситуации. У треугольника Каренин Анна Вронский есть образец. Это треугольник из автобиографической повести Льва Мечникова, подписано Леон Бранди. Смелый шаг, напечатанный в номере 11 за 1863 год, журнала «Современник». В ее основе лежит история о том, как в 1862 году молодой русский художник, участник Гарибальдийского похода 1860 года, Лев Ильич Мечников, будущий великий русский географ, отец русской геополитики, увел в жену Ольгу Ростиславовну Скорятину, урожденную Столбовскую, у известного издателя Владимира Дмитриевича Скорятина. Дело происходило в тогдашнем центре русской эмиграции в Италии, Флоренции, и получило широкую огласку. Развод был весьма редким явлением, и много шума в свете наделала история женитьбы Алексея Константиновича Толстого на Софьи Андреевне Бахметьевой, ради него покинувшей мужа Эл Миллера, племянника Толстой, Е.Л. До брака с Эл Миллером Софья Бахметьева родила дочь Софью в замужестве хитрого от князя Г.Н. Вяземского 1823-82 годы жизни, который дрался на дуэли с ее братом и убил его. Алексей Константинович Толстой посвятил ей стройке средь шумного бала. Также непростой историей оказалась ситуация в роду Толстых Сухотиных-Аболенских. Жена коммергера Сергея Михайловича Сухотина 1818-86 годы Мария Алексеевна Дьякова в 1868 году добилась развода и вышла за С.А. Ладыженского. Его сын Михаил Сергеевич Сухотин 1850-1914 годы женился на дочери Льва Николаевича Толстого Татьяне Львовне. А первой его женой была Мария Михайловна Бодеколычева от брака с которой было пятеро детей. Впоследствии дочь Наталья вышла замуж за Николая Леонидовича Аболенского 1872-1934 сына племянницы Льва Толстого и Елизаветы ранее женатого на его дочери Марии. Соединив в Анне Карениной образ и внешность Марии Гартунг трагическую историю любви Анны Пироговой и случаи из жизни М.М. Сухотиной и С.А. Миллер Бахметьевой Лев Толстой оставляет именно трагический финал. «Мне отмщение и аз воздам» стих из Библии. Образ — умная, всесторонне образованная женщина. Ее мировоззрение гораздо шире окружающих ее, включая Врунского. Развитие образа. В первоначальном замысле Льва Толстого героиней романа была Татьяна Сергеевна Ставрович, Анна Аркадьевна Каренина, муж ее Михаил Михайлович Ставрович, Алексей Александрович Каренин, возлюбленный Иван Петрович Балашев, Алексей Кириллович Врунский. Образы немного отличались. Было что-то вызывающее и дерзкое в ее одежде и походке, и что-то простое и смиренное в ее лице с большими черными глазами и улыбкой такой же, как у брата Стивы. В последнем, девятом варианте рукописи романа Лев Толстой уже описывает кошмар Анны. Она заснула тем тяжелым мертвым сном, который дан человеку, как спасение против несчастья, тем сном, которым спят после свершавшегося несчастья, от которого надо отдохнуть. Она проснулась утром, неосвеженная сном. Страшный кошмар представился в сновидениях ей опять. Старичок мужичок с взлохмаченной бородой что-то делал, нагнувшись над железом, приговаривая «Иль фолюбэтр лэфэр, лэвроэй, лэпэтри». Она просыпалась в холодном поте. «Надо жить», сказала она себе. «Всегда можно жить». «Да, несносно жить в городе. Пора в деревню». Работа над романом тяготила Толстого. Я поневоле засел писать. Он часто откладывал его, занимаясь образовательными программами. Я отрываюсь от людей реальных к вымышленным. И был равнодушен к его успеху. В письме к Афанасию Афанасьевичу Щету он говорил, что скучная и пошлая Анна К. ему противна. Моя Анна надоела мне, как горькая речка. Кроме того, издателей смущала своим откровением сцена физического сближения главных героев, в которой невозможная, ужасная и тем более обворожительная мечта сбылась, но превратилась для Анны в чувство физического унижения. В феврале 1875 года Лев Толстой писал издателю Михаилу Никифоровичу Каткову в последней главе «Не могу ничего тронуть. Яркий реализм, как вы говорите, есть единственное орудие, так как ни пафос, ни рассуждения я не могу употреблять. И это одно из мест, на котором стоит весь роман. Если оно ложно, то все ложно». Однако 16 февраля 1875 года после прочтения этой главы Борисом Николаевичем Алмазовым и заседания Общества любителей российской словесности по этому поводу Лев Толстой получил приветственную телеграмму от имени членов общества. В первоначальном варианте романа героиня получает развод и живет с любовником. У них двое детей. Но образ жизни меняется. Их, как ночных бабочек, окружают дурно воспитанные писатели, музыканты и живописцы. Словно привидение появляется бывший муж, несчастный, осунувшийся сгорбленный старик, который купил у оружейника револьвер, чтобы убить жену и застрелиться самому. Но затем приезжает в дом к своей бывшей жене. Он является к ней как духовник и призывает ее к религиозному возрождению. Вронский, Балашов и Анна Татьяна Сергеевна ссорятся. Он уезжает, она оставляет записку, уходит и через день ее тело находят в Неве. Алексей Вронский. Граф Алексей Кириллович Вронский в первоначальном варианте романа Иван Петрович Балашов Затем Удашов Гагин Прототипы Тут два прототипа Николай Николаевич Раевский Годы его жизни 1839-76 Писатель специалист по хлопководству Второй прототип Алексей Константинович Толстой 1817-75 Годы жизни Флигеля дьютант и поэт В 1862 году женился на Софье Андреевне Миллер Бахметьевой которая ради него покинула мужа и семью Эта история наделала много шума в свете Образ и характер Вронский типичный гвардейский офицер из богатой аристократической семьи Энергичность твердость характера ограниченность и условность его нравственных правил его чистолюбие отношение к товарищам и женщинам Образ Вронского в свете Вронский был наделен редкими качествами скромностью учтивостью спокойствием и достоинством По семейному преданию Вронский носил серебряную серьгу в левом ухе В свои 25 лет носил бороду и начал лысеть Образ Вронского на скачках У Льва Николаевича Толстого есть очень подробное и образное описание скачек по рассказам князя Дмитрия Дмитриевича Оболенского коренастая фигура веселое твердое и загорелое лицо блестящие и устремленные вперед глаза Вронский глазами Анны твердое нежное лицо покорные и твердые глаза просящие любви и возбуждающие любовь Вронский на войне после гибели Анны прошло два месяца русские офицеры участвуют в сербо-черногоро-турецкой войне начавшейся в июне 1876 года 12 апреля 1877 года Россия объявила войну Турции на вокзале Стива встречает Вронского в длинном пальто и в черной с широкими полями шляпе шедшего под руку с матерью Абонский шел подли него что-то оживленно говоря Вронский нахмурившись смотрел перед собою как будто не слыша того что говорит Степан Аркадьевич он оглянулся и молча приподнял шляпу постаревшее и выражавшее страдание лицо его казалось окаменелым Лев Николаевич Толстой Алексей Александрович Каренин первоначально в варианте романа Михаил Михайлович Ставрович Характер Фамилия героя произошла от греческого коренон голова У Каренина рассудок преобладает над чувством С 1870 года Лев Толстой изучал греческий язык и мог читать Гомера в подлиннике Прототипы Здесь три прототипа Первый Барун Владимир Михайлович Менгден 1826 1910 Помещик и чиновник Член Государственного Совета Чёрствый Человек Небольшого Роста И малопривлекательный Но женат был на красавице Елизавете Ивановне Оболенской Урождённой Бибиковой 1822 1902 Лев Толстой говорил Она прелесть И можно только представить Что бы произошло Измени Она Мужу Второй Прототип Сергей Михайлович Сухотин 1818 86 Годы Годы его жизни Камергер Советник Московской городской конторы В 1868 году его жена Мария Алексеевна Дьякова добилась развода и вышла за Сергея Александровича Ладыженского В 1899 его сын женился на дочери Льва Толстого Татьяне Львовне И Третий Прототип Константин Петрович Победоносцев 1827 1907 годы жизни Обер прокурор Синода Идеолог эпохи царствования императора Александра Третьего По замыслу Каренин был человеком очень добрым целиком ушедшим в себя рассеянным и не блестящим в обществе такой ученый чудак с явным авторским сочувствием рисовал образ Лев Николаевич Толстой Графиня Лидия Ивановна Вместо графини Лидии Ивановны в рукописи Льва Николаевича Толстого фигурирует сестра Каренина Мария Александровна Каренина Мари заботливо занимающаяся воспитанием его сына имя которого Саша Добродетельные наклонности Мари обратились не на добрые дела но на борьбу с теми которые им мешали и как нарочно в последнее время все не так все делали для улучшения духовенства и для распространения истинного взгляда на вещи и Мари изнемогала в этой борьбе сложными толкователями и врагами угнетенных братьев столь близких сердцу находя утешение лишь в малом кружке людей также она некоторыми чертами напоминает дочь Анны Андреевны Щербатовой и председателя государственного совета при Александре Втором Дмитрия Николаевича Брудова Антонину Дмитриевну годы ее жизни 1812 и 1991 религиозную даму занимавшуюся благотворительностью ее сестру звали Лидией примечательный факт в романе вскользь упоминается некий сэр Джон миссионер из Индии имевший отношение к графине Лидии Ивановне в Ясную Поляну имение Толстых приезжал миссионер из Индии мистер Лонг скучный и малоинтересный который постоянно спрашивал на плохом французском АВЭВУ ЭТЭ АПАРИЙ Стива Аблонский Степан Аркадьевич Аблонский брат Анны Карениной Образ и прототипы два прототипа Первый Аболенский Леонид Дмитриевич Аболенский Годы его жизни 1844 1988 Муж младшей дочери сестры Толстого Марии наружностью и характером он походил на Степана Аркадьевича Довольно большой рост белокурая борода широкие плечи его добродушие склонность приятному препровождению времени В некоторых черновых вариантах романа Степан Аркадьевич Аблонский даже назван Леонидом Дмитриевичем Второй прототип Уездный предводитель дворянства и московский губернатор Василий Степанович Перфильев Годы его жизни 1826 90-х Был женат на троюродной сестры Льва Толстого Прочитав сцену завтрака Аблонского Перфильев однажды сказал Толстому Ну, Левочка цельного калача с маслом за кофеем я никогда не съедал Это ты на меня уж наклепал Характер Здравствуйте Степан Аркадьевич сказала Бетси встречая входившего сияющего цветом лица бакенбардами и белизной жилета и рубашки молодцеватого Аблонского Степан Аркадьевич добродушно улыбаясь отвечал на вопросы дам и мужчин охотно описывал свои приключения рассказывал анекдоты и кучу новостей Стива всегда был амбон эмэл в настроении Лев Николаевич Толстой Доли Облонская супруга Стивы Облонского мать семерых детей напоминает своей погруженностью в домашние семейные дела и заботы о многочисленных детях Софью Андреевну Толстую имя не характер совпадает с Дарьей Трубецкой женой Дмитрия Александровича Оболенского князь Щербатский прототип Сергей Александрович Щербатов директор Московской лосиной фабрики адъютант генерала Ивана Федоровича Паскевича Эреванского друг Александра Сергеевича Пушкина его жена была фрейлиной императрицей Александры Федоровны Китти Екатерина Александровна Щербатская позже жена Левина прототип дочь Щербатова Просковья Сергеевна годы ее жизни 1840 1924 который Лев Николаевич Толстой испытывал симпатии позднее она вышла замуж за графа Алексея Сергеевича Уварова Сцена объяснения в любви между Левиным и Китти почти полностью соответствует реальной сцене между Львом Николаевичем Толстым и его невестой Софьей Андреевной Берс Княгиня Мехкая Прообраз княгини Мехкой был описан в главе «Молодец баба» Ей же принадлежали слова о Карениной «Она дурно кончит и мне просто жаль ее» Но по мере написания книги образы менялись В том числе княгиня Мехкая она ничуть не завидовала Анне Напротив становилась на ее защиту фразу «Но женщины с тенью дурно кончают» Толстой вложил в уста одной безымянной гости салона и княгиня Мехкая парирует «Типун вам на язык и что же ей делать если за ней ходят как тень если за нами никто не ходит как тень то это не дает нам права осуждать» Характер у княгини Мехкой свойственны простота и грубость обращения за что в свете она получила прозвище «Enfant terrible» Она говорила простые имеющие смысл вещи Эффект громко произносимых фраз всегда был одинаков Мехкая говорит про Каренина что он глуп Характером похожа на Аболенскую Год ее жизни 1803-82 Жены Дмитрия Александровича Аболенского входившего в круг великой княгини Елены Павловны Бетси Тверская Княгиня Елизавета Федоровна Тверская Вронская Кузина Алексея Кирилловича Жена кузена Анны Аблонской Карениной В первоначальном варианте Мика Враская Для Анны Карениной салон Бетси требовал расходов выше ее средств но именно там она встречала Вронского Бетси опекала Анну и приглашала в свой круг смеясь над кругом графини Лидии Ивановны для молодой хорошенькой женщины еще рано в эту богадельню У Бетси было 120 тысяч дохода ее салон представлял собой свет балов обедов блестящих туалетов свет державшийся одной рукой за двор чтобы не спуститься до полусвета который члены этого клуба презирали но с которым вкусы были не только схожими но одни те же муж Бетси добродушный толстяк страстный собиратель гравюр не слышно по мягкому ковру он подошел к княгине мягкой в ранних набросках Толстой описывает облик княгини враской тверской прозванной в свете княгиня нано худое длинное лицо живость в движениях эффектный туалет прямая дама с римским профилем которая говорит про Анну она такая славная милая и что же ей делать если Алексей Вронский влюблен и как тень ходит за ней шумя платьем она шла встречать гостей по глубокому ковру начало повествования Толстой прочел пушкинский отрывок гости съезжались на дачу и начал писать роман со слов гости после оперы съезжались к молодой княгине Враской это была сцена приема гостей у молодой хозяйки княгини Бетси Тверской Микки Враской после оперного спектакля во французском театре у Пушкина обсуждают Вольскую но страсти ее погубят страсти какое громкое слово что такое страсти Вольская около трех часов сряду находилась наедине с Минским хозяйка простилась с ней холодно у Толстого в гостиной появляются сначала Каренины Ставровичи затем Вронский Балашов Анна Аркадьевна Татьяна Сергеевна уединяется с Вронским Балашовым за круглым столиком и не расстается с ним до разъезда гостей с тех пор она не получает ни одного приглашения на балы и вечера большого света муж уехавший раньше жены уже знал сущность несчастья уже завершилась в душе ее дьявольский блеск и решимость она полна мыслями о скором свидании с любовником вот как нам писать Пушкин приступает прямо к делу другой начал описывать гостей комнаты а он вводит в действие сразу Лев Николаевич Толстой запись в дневнике Софьи Андреевны Толстой от 19 марта 1873 года и Толстой начал роман словами все смешалось в доме Облонских после чего добавил выше строку все счастливые семьи похожие друг на друга каждая несчастливая семья несчастлива по-своему сюжет Дарья Александровна Долли Облонская ссорится со своим мужем Степаном Аркадьевичем Стивой Облонским Долли в слезах дети разбежались по дому прислуга растеряна Стива надеется на свою сестру Анну которая непременно должна примирить супругов к тому же мужу Анны министру Алексею Каренину Стива обязан своим местом в присутствии Облонский встречает Анну на вокзале где в это же время молодой офицер Алексей Вронский встречает свою мать графиню Вронскую поскольку Анна и графиня ехали в одном купе Каренина встречается и с Вронским в этот момент их обоих посещает странное чувство Анне и Алексею кажется что они и раньше были знакомы Неожиданно происходит несчастье Отъехавший назад вагон насмерть сбивает сторожа Анна принимает этот трагичный случай как дурное предзнаменование Она отправляется в дом к Стиве и выполняет свою миссию ради которой приехала его примирение с женой Долли Прелестная Китти Щербатская полна счастья ожидая встречи с Вронским на балу Анна тоже приглашена на бал Причем вопреки ожиданиям Китти приходит в черном анилловом платье Анна танцует с Вронским и они постепенно влюбляются друг в друга Китти осознает это Она подавлена ведь к тому же накануне она отказала ухаживающему за ней Константину Левину Вскоре Китти заболевает Анна уезжает в Петербург Вронский устремляется следом В Петербурге он словно тень следует за Анной ища встречи Алексей нисколько не смущается тем что она замужем и воспитывает восьмилетнего сына ведь в светских кругах связь с добропорядочной женщиной муж который занимает столь солидное положение представляется величественной и победоносной тем временем их влюбленность становится невозможно скрывать однако Анна продолжает ездить в свет и почти год встречается с Вронским у княгини Тверской единственное желание Вронского и обворожительная мечта о счастье Анны слились в чувстве что для них началась новая жизнь и ничто уже не будет как прежде вскоре Анна сообщает Алексею что она беременна Вронский просит ее оставить мужа и готов пожертвовать своей карьерой военного но его матери которая поначалу очень симпатизировала Анне совсем не нравится такое положение вещей Каренина впадает в отчаяние и едва не умирает после родов из-за родильной горячки до болезни Анны Алексей Каренин твердо собирался развести с ней однако увидев ее страдания он неожиданно для самого себя прощает и Анну и Вронского последний же переживая жгучий стыд и унижение предпринимает попытку самоубийства пытаясь застрелиться однако Алексея спасают Каренин разрешает жене и дальше жить в его доме под защитой его доброго имени лишь бы не рушить семью и не срамить детей но Анна не выдерживает гнета великодушия проявленного Карениным и забрав с собой новорожденную дочку уезжает с ушедшим в отставку Вронским в Европу оставив любимого сына на попечении мужа вскоре Анна и Алексей возвращаются в Петербург там Анна понимает что стала изгоем для высшего света ее не приглашают ни в один из приличных домов и ее не навещает никто кроме двух ближайших подруг Вронского напротив принимают везде и всегда ему рады эта ситуация все больше расшатывает нестабильную нервную систему Анны к тому же она лишена возможности общаться с сыном в день рождения мальчика Каренина рано утром тайком пробирается в свой старый дом заходит в спальню к сыну и будет его однако радость встречи быстро нарушает Каренин охваченная чувством зависти к мужу Анна выбегает из дома это свидание с сыном становится для нее последним в отношениях Карениной с Вронским появляется трещина разводящая их все дальше и дальше Анна настаивает на посещении итальянской оперы где в тот вечер собирается весь свет петербурга женщины выражают негодование по поводу появления Анны а знакомая Каренина из соседней ложи оскорбляет ее понимая что и в петербурге им делать нечего Анна и Вронске уезжают в имение которое Алексей превратил в уединенный рай для них двоих и дочки Ани Вронске пытается сделать имение доходным внедряет новые приемы ведения сельского хозяйства и занимается благотворительностью строит в имении новую больницу Анна во всем старается помочь ему параллельно с историей Анны разворачивается история Константина Левина Левин довольно богатый человек у него тоже есть обширное имение все дела в котором он ведет сам то что для Вронского забава и способ убить время для Левина смысл существования и его самого и всех его предков в начале романа Константин сватается к Ките Щербатской за которой на тот момент забавы ради ухаживал Вронский Ките однако всерьез увлеклась Вронским и отказала Левину когда Вронский вслед за Карениной умчался в Петербург Ките даже заболела от горя и унижения но после поездки за границу оправилась и согласилась выйти замуж за Левина то Левин то Левин говорю ну потому что тут как написано так и читаю сцены Анна Анна чувствует это но ошибочно предполагает что Вронского тянет к другим женщинам она постоянно устраивает Алексею сцены ревности которые все больше испытывают его терпение и все чаще прибегает к морфию чтобы разрешить ситуацию с бракоразводным процессом влюбленные переезжают в Москву но несмотря на уговоры Стивы Облонского Каренин спросив совета то ли у прорицателя то ли у шарлатана отменяет свое решение и оставляет себе сына которого уже не любит поскольку с ним связано отвращение Каренина к Анне как презренной оступившейся жене шестимесячное ожидание этого решения в Москве сильно влияет на психическое состояние Анны она постоянно срывается и ссорится с Вронским который все больше времени проводит вне дома в Москве Анна встречается с Ливиным который понимает что эту женщину иначе как потерянной назвать уже нельзя в мае Анна настаивает на скором отъезде в деревню но Вронский сообщает ей что приглашен к матери для важных деловых вопросов Карениной же приходит в голову мысль что мать Вронского задумала женить его на княжне Сорокиной Алексею не удается доказать Анне всю абсурдность этой идеи и он будучи уже не в силах постоянно ссориться с любимой едет в имение к матери анна Анна в один миг осознает как тяжела беспросветна и бессмысленна ее жизнь желая примирения она едет вслед за Вронским на вокзал перрон дым гудки стук люди все слилось в жутком кошмаре сумбуры ассоциаций Анна вспоминает свою первую встречу с Вронским и раздавленного насмерть сторожа. Ей приходит в голову мысль, что из ее ситуации есть очень простой выход, который развяжет всем руки и поможет Анне смыть с себя позор и заодно отомстить Вронскому. Каренина бросается под поезд. Она выбирает смерть как избавление. Самоубийство становится единственным выходом, который измученная и измучившая всех Анна смогла найти. Проходит два месяца. Жизнь изменилась, но она продолжается. Снова вокзал. Стива встречает обреченного Вронского на перроне. Поезд отправляется на фронт. Убитый горем Алексей уезжает добровольцем на войну, чтобы там сложить голову. Каренин забирает дочь Анны к себе и воспитывает ее как свою вместе с сыном. У Левина и Китти рождается первенец. Левин обретает спокойствие и смысл жизни в доброте и чистоте мыслей. КРИТИКА КРИТИКА Ужасно думать, что еще существует возможность строить романы на одних половых побуждениях. Ужасно видеть перед собой фигуру безмолвного Кобеля Вронского. Мне кажется, это подло и безнравственно. И ко всему этому прицепляется консервативная партия, которая торжествует. Можно ли себе представить, что из коровьего романа Толстого делается какое-то политическое знамя? Русский литературный критик Петр Ткачев увидел в Анне Карениной образец салонного художества, новейшую эпопею барских амуров. По его мнению, роман отличался скандальной пустотой содержания. Николай Некрасов в своей статье «Заметки о журналах за декабрь 1855 и январь 1856 годов», представлявший собой обзор русской литературы за 1855 год, писал о Толстом как о новом блестящем даровании, на котором останавливаются теперь лучшие надежды русской литературы. В то же время он не принимал обличительного пафоса в романе Толстого Анна Каренина, направленного, по мнению Некрасова, против высшего света. Он высмеял Анну Каренину в эпиграмме. «Толстой, ты доказал с терпеньем и талантом, что женщине не следует гулять ни с камер-юнкером, ни с флигеля-дьютантом, когда она жена и мать». Роман входит во Всемирную библиотеку, список наиболее значимых произведений мировой литературы Норвежского книжного клуба, в списке десяти лучших книг всех времен. На английском «The Ten Greatest Books of All Time», в составленном «Time» Анна Каренина занимает первое место. Занимает 54 место в составленном BBC в списке двухсот лучших романов «The Big Read». Всего в мире насчитывается около тридцати экранизаций Анны Карениной. Факты. Анна Каренина покончила с собой на станции Обираловка. Сейчас станция железнодорожная в Московской области. В 1916 году вышел фильм «Дочь Анны Карениной». Существует несколько фанфиков на тему романа. В 2001 году драматургом Олегом Шишкиным была написана пьеса-сиквел «Анна Каренина 2», в котором Анна Каренина выживает под поездом, лишившись глаза, руки и ноги, но находит свою любовь с обезумевшим от страсти Левиным, которого, вправда, во время бури в столице убивает рухнувшим телеграфным столбом. В 2013 году вышел постмодернистский роман Александра Золотко «Анна Каренина 2», рассказывающий о судьбе дочери Анны Карениной, тоже носящей имя Анна. В общественных науках иногда используется так называемый принцип Анны Карениной, основанный на известном афоризме, открывающем роман. Ну вот и все, ребятки. Желаем вам счастья, здоровья, хорошего настроения, прекрасного самочувствия, успехов в труде, любви, всего хорошего. Пока-пока.